Проголосовать по месту нахождения за границей, дома и даже в больнице. Все это можно будет сделать на выборах президента 18 марта. Представители территориальной и московской областной избирательных комиссий рассказали о нововведениях и тонкостях самого важного события весны этого года. Выборы президента Российской Федерации – одно из самых главных событий 2018 года. У избирателей назрела масса вопросов, в частности, касающихся открепительных удостоверений. Так, по словам представителей ТИКа, их в этот раз полностью отменили. Однако тем, кто хочет проголосовать по месту своего пребывания, а не прописке, всего лишь нужно обратиться в одно из четырех мест. С 31 января по 12 марта каждый избиратель может подать заявление в территориальную избирательную комиссию, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, то есть наши МФЦ. И, естественно, на сайте интернета это единый портал государственных и муниципальных услуг. А начиная с 25 февраля и по 12 марта, также можно обратиться и в участковую избирательную комиссию. Во всех случаях при себе нужно иметь паспорт. После подачи заявления избиратель получит открепительный талон с номером участка, на котором он сможет проголосовать в день выборов. В эти же четыре точки должны обратиться и те, кто планирует 18 марта быть за границей. В таком случае им представится возможность оставить свой голос в консульстве или в местах, которые определило принимающее государство. Прошло разокрупнение избирательных участков с большим количеством избирателей. Поэтому на данный момент у нас 165 избирательных участков, из них 164 постоянные участки и, как мы уже говорили, один у нас временный. Временный избирательный участок расположится на территории Люберецкой районной больницы номер 2. Также такие объекты откроются в столичных аэропортах. Кроме того, тем, кому это действительно необходимо, проголосовать можно будет и дома. В этом случае нужно написать заявление на каждого избирателя. Заказать выездную комиссию можно также по телефону. А если по истечению обстоятельств житель окажется в больнице, он все равно сможет выполнить свой гражданский долг. Если администрация, скажем так, больницы, ну, лечебное учреждение обратилась в участковую избирательную комиссию, либо в территориальную избирательную комиссию, представив сведения в отношении граждан о том, что у нас столько-то человек пребывает, который вырастет желание проголосовать. Обратиться с просьбой проголосовать на дому либо в больнице можно в территориальную комиссию даже в день выборов до двух часов дня. Стоит помнить, что в этом году отменено досрочное голосование. Именно поэтому в день президентских выборов избирателю не имеют права отказать. По всем вопросам можно обратиться в территориальную избирательную комиссию по телефону, который вы видите на экране. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.